В эти первые майские дни в Берлине многие наши солдаты, офицеры и генералы долго не могли понять, что же их так беспокоит в разрушенной столице Третьего Рейха. Что-то необычное, несвойственное их долгой солдатской дороге было буквально разлито в воздухе, расслабляло и обволакивало воинов. Необычной была тишина в разрушенном городе среди еще дымящихся очагов берлинских пожаров. Сообщений о конце войны еще не было, но все, кто остался в живых боях за Берлина, уже знали, что победа достигнута. И как бы там ни было, я цитирую Игоря Петровича Золотузского, сколько бы ни стоила победа, она стоила больше, чем 27 миллионов погибших. Какими бы браконьерами народа не были Сталин и многие его генералы и маршалы, как бы ни свирепствовали на фронте комиссары, смершевцы, заградотряды и те, кто отправлял солдат, побывавших в плену в лагеря на родине, победа была настоящая и погибали за правое дело. Народ наш лучше всего это понимает и формулирует, чем самые сокровенные и секретные документы или историки и пропагандисты. В те майские дни в Берлине, по воспоминаниям многих фронтовиков, главными чувствами были гордость и скорбь. Гордость, что дошли через тысячи боев, взятых высот, форсированных рек и гордость за то, что разгромили самую лучшую армию в мире с ее умением воевать и с ее незаурядными полководцами. И скорбь. Походу, по пути, в боях, о потерях старались вспоминать пореже, не думали о них. И только здесь, в Берлине, ощущение масштаба потерь всей свинцовой тяжестью навалилось на душу народа. И потому наша великая победа поистине всегда будет со слезами на глазах и с неутихающей, неумолкающей болью в душе. Субтитры создавал DimaTorzok В Москве на трибуне Мавзолея 1 мая рядом со Сталином стояли Михаил Калинин и маршал Семен Буденный. Остальные соратники отсутствовали, были заняты и находились далеко от Москвы. А в Берлине 1 мая еще продолжались бои в отдельных районах города. Отчаянно сопротивлявшиеся последние из немецких магикан сожгли, применяя фауст-патроны в уличных боях около сотни советских танков. В 18 часов 30 минут артиллерия Красной Армии провела мощный огневой налет по укрепленным пунктам противника, после чего началась массовая сдача в плен. Находившийся в бункере рейс-канцелярии министр пропаганды Гауляйтер Берлина Йозеф Геббельс приказал своему адъютанту застрелить его вместе с женой Магдой. Перед своей смертью супруги Геббельс заставили врача сделать смертельную инъекцию яда и отправили вместе с собой на тот свет своих шестерых детей. 2 мая в Берлине среди развалин еще продолжались отдельные затухающие бои, но уже сдался в плен комендант города генерал Гельмут Вейдлинг, а к вечеру этого дня можно было говорить о полном взятии Берлина. 29 апреля, сразу после свадебной церемонии, которая связала узами брака Адольфа Гитлера и Еву Браун, когда началась последняя в истории гитлеровского рейха светская вечеринка, Гитлер вызвал в соседнее помещение бункера свою секретаршу фрау Юнге и продиктовал ей два документа. Это были завещания Гитлера, политическое и личное. Оба документа были отпечатаны на машинке, каждый в трех экземплярах. Дело в том, что Гитлер опасался, как бы столь важные документы, с его точки зрения, не были утрачены для потомков. Помимо Гитлера, который под каждым из документов поставил свою подпись, завещание подписали. Политическое завещание Борман, Геббельс, Крепс и Бургдорф, а личное завещание, кроме уже упомянутых Бормана и Геббельса, подписал адъютант Гитлера от Люфтваффе полковник фон Белов. После того, как эта процедура была завершена, Гитлер отправился отдыхать. Гитлер избрал своим преемником гроз адмирала Карла Денница. Пожалуй, это решение фюрера, при всей безнадежности положения, в котором находилась Германия, было верным. Во-первых, Денниц находился на севере Германии, еще не затронутым прямыми военными действиями. Во-вторых, Денниц сохранил всю свою энергию. Адмирал не был деморализован поражениями и до конца оставался верен нацистскому режиму. В-третьих, Денниц не был скомпрометирован участием в самых тяжких преступлениях нацизма. И, как показал позднее Нюрнбергский трибунал, кроме нескольких эксцессов с германскими подводными лодками, союзникам не в чем было обвинить гроз адмирала. Разве только в том, что под его руководством имидские субмарины едва не выиграли битву за Атлантику. Карл Денниц сформировал новое правительство Германии, постаравшись отделаться от услуг таких одиозных деятелей, как Геринг, Риббентроп или Гиммлер. Денниц, еще не знавший о смерти Гитлера, принес клятву верности фюреру и заверил уже мертвого диктатора, что будет вести героическую борьбу до конца. Обращаясь по радио к немецкому народу, новый германский лидер гроссадмирал Денниц заявил. Я считаю своей первой задачей спасти немецких людей от уничтожения наступающими войсками большевиков. Вооруженная борьба продолжается сейчас только ради этой цели. Пока и поскольку англичане и американцы будут мешать нам выполнять эту задачу, до тех пор мы будем бороться и против них. При этом англо-американцы станут продолжать войну уже не ради собственных интересов, а за распространение в Европе большевизма. 2 мая состоялась полная капитуляция немецких войск в Италии. Черчилль с энтузиазмом напишет в мемуарах, что в 20-месячной кампании на Апенинах главной задачей союзников было сковать как можно больше сил немцев. О намерении прорваться на Балканы и в Австрию, чтобы опередить русских, британский премьер не говорит ни слова. Английские войска, беспрепятственно продвигаясь, вошли в Бремен и Гамбург. Британская королевская авиация совершила последний воздушный налет на причалы и гавани главной базы немецкого флота в Киле. 4 мая войска вермахта капитулировали в Дании, в северо-западной Германии и в Нидерландах. Политическое завещание Адольфа Гитлера было достаточно пространным и состояло из двух частей. Первая часть была общего характера. В ней Гитлер обвинял своих врагов, уверял нацию и человечество в собственной невиновности. И, кроме всего прочего, эта часть завещания содержала один весьма примечательный, с моей точки зрения, момент. Дело в том, что, будучи политиком, Гитлер обвинил в поражении Германии во Второй мировой войне армию военных. Уместно в этой связи вспомнить, что после Первой мировой войны, в которой Гитлер участвовал в качестве солдата, он всю вину за поражение Кайзеровской Германии возложил именно на политиков. Вторая часть политического завещания Гитлера содержала в себе больше конкретики. Здесь, в частности, говорилось о том, что Геринг исключается из НСДАП, лишается всех постов и прав, которые были ему предоставлены еще декретом от 29 июня 1941 года. И самое главное, в этой части завещания Гитлера решался вопрос о преемнике. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Окруженный войсками 1-го Украинского фронта город Бреславу оборонялся упорно. Молодой гауляй Тарханке требовал от солдата и офицеров вермахта и фолькштурма самоотверженной борьбы до последнего. И бессмысленные жертвы валькириям войны продолжались вплоть до 7 мая 45-го года, когда гарнизон Бреславу сдался в плен. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Необычная ситуация возникла на греческом острове Крит 8-го мая. Когда там высадились английские войска, на них неожиданно напали партизаны из коммунистических формирований. Терпящие бед все британцы по радио попросили помощи у расквартированного на Крите 212-го немецкого танкового батальона. Немцы пришли на выручку англичанам, и совместными усилиями греческие партизаны были разгромлены. Уже в апреле 1945 года жители маленьких станций полустанков Великого Сибирского железнодорожного пути могли ежедневно видеть воинские эшелоны, которые шли из европейской части страны на Дальний Восток. О том, что Советский Союз вступит в войну против Японии, Сталин сообщил союзникам еще в Тегеране, а на Ялтинской конференции подтвердил, что вступление в эту войну состоится через 2-3 месяца после капитуляции гитлеровской Германии. А еще в августе 1944 года Сталин сказал маршалу Александру Васильевскому, что ему придется командовать войсками на Дальнем Востоке с целью разгрома японской армии в Манчжурии, на Сахалине и на Курилах. После взятия города Кёнигсберга войсками 3-го Белорусского фронта под командование маршала Васильевского первые воинские эшелоны с частями 5-й и 39-й армии отправились на Дальний Восток, а сам маршал Васильевский принял участие в создании плана войны против Японии. Весной 45-го года на Дальний Восток были отправлены и 670 новых танков Т-34, и 120 самоходных орудий. Подготовка Советского Союза к войне против Японии не осталась тайной для японского посольства, которое в середине апреля 45-го года отправило в Токио шифрованное донесение следующего содержания. Ежедневно по Транссибирской магистрали проходит от 12 до 15 железнодорожных составов. В настоящее время вступление Советского Союза в войну с Японией неизбежно. Для переброски около 20 дивизий потребуется приблизительно 2 месяца. В начале мая закончились японо-британские сражения в Бирме. 3 мая была освобождена столица страны Рангун. Это был театр военных действий, где природные условия, джунгли, частые ливневые дожди, отсутствие сети дорог, нивелировали преимущества британских войск в живой силе, технике и особенно в авиации. В конце концов, у Японии не осталось никаких возможностей снабжать свои войска в Бирме необходимым для ведения войны снаряжением. Япония продолжала эксплуатировать высокий боевой дух своих воинов. За один только день 4 мая летчики Камикадзе в самоубийственных атаках тяжело повредили три американских и два английских авианосца и крейсер США Бирмингем. Японский посол в Москве в очередной раз получил указание встретиться с советским наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым и предложить ему взять на себя посредничество для заключения перемирия на Дальнем Востоке. Но Молотов отказывался принимать японского посла. Вячеслав Михайлович Молотов настоящая фамилия Скрябин родился в 1890 году. Ближайший и доверенный соратник Сталина. Председатель совнаркома с 1930 по 3 мая 1941 года. Один из сторонников подписания Советско-германского пакта в августе 1939 года разделившего сферы влияния Германии и Советского Союза. Визит Молотова в Берлин в ноябре 1940 года привел к обострению германо-советских отношений. Будучи правой рукой Сталина, Молотов выполнил за годы войны огромный объем работы. Ему неоднократно приходилось совершать длительные и опасные перелеты в Великобританию и в Соединенные Штаты Америки. Бессменный участник всех конференций стран антигитлеровской коалиции. На Западе прекрасно понимали, что Молотов всегда четко выполняет инструкции Сталина. Однажды министр иностранных дел Великобритании Иден, задав Молотову нелегкий острый вопрос, сам же и пришел на помощь Советскому наркому. Я понимаю, что вашего ответа, господин Молотов, мы можем подождать до завтра. Вячеслав Молотов был первым делегатом Советского Союза на открытии работы Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско в июне 1945 года. Пятого мая началось восстание в Праге. Нельзя сказать, что оно имело какое-либо значение для военных действий в Европе. Настолько решительно поздно оно началось. Правда, в Чехии все еще находилась почти миллионная группа армий Вермахта-центр, главной задачей которой теперь стало пробиться на Запад, чтобы сдаться в плен англо-американским войскам. Пражское восстание в мае 1945 года стало не только последней авантюрой в истории Второй мировой войны в Европе, но оно было совершенной глупостью. С точки зрения здравого смысла в этом восстании не был заинтересован никто. Товарищ Сталин боялся осложнений с малопонятными руководителями пражского восстания в послевоенной Чехии. Англо-американские союзники вообще не собирались брать Прагу, поэтому было безразлично, что будет с чехословацкой столицей. Однако для руководителей чешского сопротивления, которые не сумели за всю войну создать пестрого резистанса в Чехословакии, подобно такому, который существовал в Польше или на Балканах, восстание было необходимо как шанс для политической самореабилитации в глазах руководителей стран антигитлеровской коалиции. Поэтому Прага была обречена на то, чтобы в последние дни войны, уже, собственно, после падения Берлина, превратиться в арену кровопролитных боев. Опубликованные и известные нам сегодня документы позволяют с уверенностью утверждать, если бы в первых числах мая 1945 года в 60-70 километрах от Праги не оказалась 1-я власовская дивизия, отступавшая с Одерского фронта и стремившаяся уйти в англо-американскую зону оккупации Чехословакии, никакого пражского восстания на самом деле просто бы не состоялось. Продолжался поход германской подводной лодки У-234, которая направлялась в Японию с техническими секретами Третьего рейха, урановой рудой и разобранным реактивным самолетом Мистер Шмидт 262. 7 мая немецкие подводники добились своего последнего успеха. У-2336 потопило два британских судна. Эти терпедные атаки последовали уже после того, как гросс-адмирал Деннис 5 мая приказал всем командирам субмарин прекратить боевые действия и подготовиться к сдаче. Очевидно, командир У-2336 не получил в боевом походе этого приказа. 7 мая рейхс-маршал Герман Геринг обратился к генералу Эйзенхауэру с просьбой принять его лично, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие в безвыходной ситуации. Когда Геринг направился на встречу с американцами, он был взят в плен на горной дороге и никто не собирался вести с рейхс-маршалом какие-либо переговоры. В этот же день был арестованный главный немецкий военный аристократ фельдмаршал Герд фон Рунштетт. 5 мая на юге капитулировали 1-я и 9-я немецкие армии под командованием Кессельринга. И в этот же день в Реймс, где находился штаб Эйзенхауэра, прибыл эмиссар гросс-адмирала Денниса, адмирал фон Фридебург. Особенность тех переговоров, которые начались в Реймсе, заключалась в первую очередь в том, что эмиссар Денниса пытался всячески затянуть переговорный процесс с тем, чтобы дать возможность как можно большему количеству немецких солдат сдаться в плен англоамериканцам и избежать, соответственно, советского плена. 6 мая в Реймс прибыл генерал Йодль, который помогал фон Фридебургу в затягивании переговоров. Но позиция Дуайта Эйзенхауэра была твердой и непреклонной. Он в категорической форме настоял на том, чтобы документ о капитуляции был безотлагательно подписан. И в итоге 7 мая в 2 часа 41 минуту ночи по среднеевропейскому времени в Реймсе, в здании школы, где находился штаб союзников, документ о полной и безоговорочной капитуляции был подписан. Опубликовано сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии Советского Союза о чудовищных преступлениях германских нацистов в Освенцине. Испания 7 мая разорвала дипломатические отношения с Германией. Франко решил отказать признание правительству Денниса до конца сохранив верность Третьему рейху Гитлера. С аэродромов острова Ивадзима начались налеты на города Японии американских легких бомбардировщиков. 8 мая президент США Гарри Трумэн подписал приказ о резком сокращении поставок в СССР по ленд-лизу, а фактически о прекращении их. 8 мая гроз адмирал Карл Деннис от имени своего правительства выступил с призывом ко всем германским вооруженным силам капитулировать перед войсками противника. Это было результатом в том числе и острого недовольства Сталина подписанием фактически в одностороннем порядке перед западными державами капитуляции Германии в Реймсе. И Сталин после резкого дипломатического нажима добился того, что капитуляция будет подписана там, где ей положено быть, в столице Третьего рейха Берлине. Союзникам нечего было противопоставить этому справедливому требованию, и маршал Жуков получил указание провести подготовку к заключительному акту войны в Европе. В начале апреля 1945 года премьер-министр Великобритании приказал начальникам своих штабов немедленно подготовить сверхсекретный план под кодовым наименованием «Немыслимое». По идее Черчилля вооруженные силы США, Англии, Канады, два польских корпуса и десять немецких дивизий должны были нанести неожиданный мощный удар по позициям Красной Армии в Центральной Европе. Для этого пленные немецкие солдаты и офицеры направлялись в Южную Данию и шлезли к Гольштейн. Их оружие складировалось отдельно. Старый антикоммунист Черчилль не смог пережить присутствие Советского Союза в Восточной Европе и на Балканах. Конечно, нельзя преувеличивать значение планирования вообще и планирование операции немыслимое в частности, потому что между действительностью и планированием часто бывает дистанция огромного размера. Но все же этот факт подчеркнул то состояние, в котором находились лебедь, рак и щука, участники антигитлеровской коалиции еще при жизни своего злейшего врага Адольфа Гитлера. Конечно, действительность весной 1945 года неблагоприятствовала проведению в жизни плана немыслимая. Во-первых, Япония еще была очень сильна. Во-вторых, Красная Армия занимала в Европе весьма выгодные позиции. А в-третьих, общественное мнение ни за океаном, ни на Британских островах вряд ли одобрило бы такой резкий поворот в политике. Но среди военных были, конечно, и стрельбятники. Такие, например, как генерал Джордж Паттон, который заявил, что он со своими войсками дойдет до Волги и Сталинграда, наверное, по стопам Паулюса. Но в целом, в это время военно-политические лидеры Великобритании и США не одобрили плана немыслимое. Ранним утром 8 мая в Берлин прилетел Андрей Януаревич Вишинский. Сталинский прокурор назначался помощником по политической части главнокомандующего советскими оккупационными войсками в Германии маршала Жукова. Центр Берлина представлял из себя руину на руине. Бои шли жестокие. Под завалами лежали убитые. Весна пахла человеческим мясом и гарью пожаров. Из щелей и подвалов вылавливали прятавшихся немецких солдат. На улицах навсегда остановились сотни сожженных советских танков. Совесть Георгия Жукова никогда не отягощали погубленные им солдатские жизни. Более 200 тысяч наших людей погибли при штурме Берлина из-за примитивного фронтального удара с помощью которого Жуков спешил овладеть городом. Командующий 3-й ударной армией генерал Александр Горбатов думал иначе. Я держусь того мнения, что с военной точки зрения Берлин не надо было штурмовать. Конечно, были и политические соображения, соперничество с союзниками, да и торопились салютовать. Но город достаточно было взять в кольцо, и он сам сдался бы через неделю-другую. А на штурме, в самый канун победы, в уличных боях мы положили не меньше 100 тысяч солдат. Во второй половине дня, 8 мая, в Берлин под английской охраной были доставлены генерал-фельдмаршал Кейтель, адмирал флота фон Фридебург и генерал-полковник авиации Штумф. По поручению правительства Денеца они должны были подписать акт безоговорочной капитуляции Германии. В эти же часы началась сдача в плен германской группы армий Курляндия в составе 16-й и 18-й армий Вермахта, входивших в начале войны на Восточном фронте в группу армий Север, осаждавших Ленинград, а затем действовавших в Прибалтике. Войска 1-го Украинского фронта, прежде всего вангарды 3-й и 4-й гвардейских танковых армий, приближались к столице Чехии и Праге. Тот факт, что руководители Чехословацкого сопротивления знали о неизбежном вмешательстве хорошо вооруженной оснащенной Власовской дивизии в пражские бои, стал решающим в интриге пражского восстания. В противном случае у руководителей Чехословацкого сопротивления, которые не имели достаточного количества вооружений и боеприпасов, не было ни одного шанса продержаться против танковых и моторизованных частей СС, входивших в состав пражского гарнизона. После 11 часов утра 5 мая 1945 года в Праге начались перестрелка и боевые действия между повстанцами и представителями немецкого гарнизона, а в ночь на 7 мая 1945 года 4 власовских полка двигались по направлению Чехословацкой столицы. Подписание безоговорочной капитуляции нацистской Германии происходило в пригороде Берлина, в Карлхорсте, в двухэтажном здании столовой немецкого военно-инженерного училища. Ровно в полночь представители союзных держав от Советского Союза маршал Георгий Жуков, от Великобритании маршал авиации Артур Тендер, от Соединенных Штатов Америки генерал Карл Спаац, от Французской Республики генерал Латер де Тассиньи вошли в зал. История отсчитала первые секунды 9 мая 1945 года. Я обращаюсь к представителям Германии с вопросом, имеют ли они на руках акта безоговорочной капитуляции? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok